В эфире Абхазского телевидения, информационный выпуск Амшиукшара. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. С целью выявления незаконных объектов торговли, столичная администрация проинспектировала торговые точки в городе. В новом учебном году в новую школу. В селе от Шугара идет капитальный ремонт школы. Книга путешествий о мечте, ставшей целью, выставка от фотоработы Александра Шоуа в Сухуме. На прошедшем 5 июня съезде политической партии Амцахара в очередной раз прозвучали слова критики в адрес действующей власти и предложение президенту страны добровольно сложить полномочия. В этой связи пресс-служба администрации президента сделала заявление. В заявлении, в частности, говорится. Критика со стороны оппозиции – неотъемлемый атрибут свободного гражданского общества, но только в том случае, когда критика носит конструктивный характер и имеет цель улучшения ситуации. В нашем же случае на протяжении последних лет имеют место неаргументированные обвинения попытки ввести в заблуждение населения страны, отмечается в заявлении. Не в первый раз предпринимается попытка представить майские события 2014 года как государственный переворот и захват власти. Вновь хотим напомнить авторам данного заявления, что предметом возмущения широких масс общественности в мае 2014 года стал именно социально-экономический и политический кризис, в результате чего прошлое руководство страны ушло в отставку. Власть не была узурпирована, а были проведены всенародные выборы главы государства, в которых приняли участие представители нынешней оппозиции, с итогами которых согласились политические силы страны. Лидеры нынешней оппозиции, признав итоги выборов, тем самым подтвердили их легитимность. Не является секретом и то, что кандидат, поддержанный партией Амцаха Раслан Бжани, обсуждал с избранным президентом Раулем Хаджимба возможность своей работы с новым руководством страны. Но в угоду политической конъюнктуры впоследствии об этом благополучно забыли, называя все произошедшее государственным переворотом, подчеркивается в заявлении. В особенности вызывают недоумение заявления отдельных деятелей, недавно примкнувших к оппозиционному движению, о нелегитимности действующей власти, когда в свою очередь одни из них были активными участниками политических событий в мае 2014 года, а другие после президентских выборов работали в исполнительной власти. Так и хочется их спросить, когда у вас произошло политическое озарение. Прозвучавшая оценка деятельности Рауля Хаджимба на посту президента Республики Абхазия является результатом стремления определенного круга лиц вернуться во власть. Вымышленная угроза утраты государственности является безосновательной и надуманной и не отражает реалии. Народ Абхазии нуждается в стабильности, поступательном решении проблем в обществе и государстве в целом, а не в неконтролируемых разрушительных процессах, которыми угрожает оппозиция в случае невыполнения требования резолюции съезда. Всенародно избранный президент Рауль Хаджимба выполняет и намерен в дальнейшем выполнять возложенные на него обязанности в строгом соответствии с Конституцией Республики Абхазия, отмечается в заявлении пресс-службы президента Республики Абхазия. Заведомо предвзятый взгляд съезда политической партии Ам Цахара в адрес действующей власти далек от объективного мнения абхазского общества. Так прокомментировала республиканская политическая партия Форум народного единства Абхазии требования оппозиции. Своё мнение по поводу заявлений Ам Цахара высказал и лидер партии Абхазия. Об этом в рубрике «Ауганагара» сразу после новостей. К другим новостям. Представители столичной администрации вместе с сотрудниками УБЭП, УВД и городской прокуратуры провели рейд на Сухумской набережной с целью выявления незаконных объектов сезонной торговли. Алика Трапш расскажет подробности. В летний период на набережной Сухума количество объектов выносной торговли и киосков увеличивается. Большинство располагаются в неположенных местах. Их внешний вид зачастую не вписывается в архитектуру и портит облик города. К тому же у хозяев данных объектов нет разрешительных документов на торговлю. Для решения вопроса с незаконными объектами торговли на Сухумской набережной с утра замглавы столичной администрации Лейла Цзиба провела совещание с сотрудниками УБЭП, столичной милиции, прокуратуры и коммунальной службы города. После все вместе отправились на набережную, чтобы проинспектировать объекты сезонной торговли. Как оказалось, практически у всех хозяев объектов нет разрешительных документов на торговлю. Некоторые из них выражали недовольство по поводу претензий к ним. Другие же просили дать им отсрочку. Сотрудники УБЭП на местах составляли протоколы об административном правонарушении в области строительства. У хозяев построек есть сроки, в которые они должны уложиться, чтобы узаконить объект торговли и перенести его в более подходящее место. Те объекты, которые функционируют, у них нет ни разрешения на торговлю, нет соответствующих норм каких-то определенных. Здесь продукты питания, молочные коктейли и прочее. Сотрудниками сегодня были составлены протоколы. Мы опять пошли на это. Есть данный срок 2 или 3 дня. После этого будут демонтироваться все эти объекты. Будут демонтироваться. Мы отвезем на определенную территорию. Все их имущество будет сохранено. Ну а потом будем применять штрафные санкции. Столичная администрация не раз предупреждала хозяев объектов выносной торговли и киосков, чтобы они обращались в администрацию города, где им будет предложено соответствующее место для торговли. Но мало кто воспользовался этим предложением. Ранее, несколько месяцев назад, Сухумская администрация уже демонтировала незаконные бесхозные постройки. Их не разрушали, а складывали в спецавтохозяйстве на два месяца. И в течение этого времени владельцы могли их забрать, заплатив за демонтаж и перевозку киосков. Всего на Сухумской набережной предусмотрено порядка 60 мест для торговли. Более 40 из них пока свободны. У нас созданы схемы базирования, где будут стоять те или иные торговые павильоны. Поэтому просто индивидуальным предпринимателям необходимо обратиться с заявлением на имя главы администрации, непосредственно в администрацию города, подойти, выбрать место, которое будет им комфортно, согласно уже утвержденной схеме, и приступить к своей деятельности без получения разрешения конкретно на то или иное место. Никакой предпринимательской деятельности на набережной вестись не должно. Это противозаконно. В этом году в связи с празднованием 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии в районе центральной набережной до площади Багавша запрещена сезонная торговля. Поэтому все объекты выносной торговли, киоски и павильоны переместятся в нижнюю часть набережной от площади Багавша до памятника неизвестному солдату. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия сообщает, что приговор Сухумского районного суда в отношении Астамура Джопуа вступил в законную силу. Астамур Джопуа признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом В, части 3, ст. 126, изнасилование заведомо недостигшей 14-летнего возраста, соединенное с угрозой убийства. Статьей 113, угроза убийства. И частью 1, ст. 217, незаконное ношение, перевозка и хранение огнестрельного оружия Уголовного кодекса Республики Абхазия. Астамуру Джопуа назначено наказание в виде 20 лет решения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 15 тысяч рублей в доход государства. Приговор Сухумского районного суда в кассационном порядке не обжаловался. И еще одна информация из Верховного суда. Президиум Верховного суда отказал Астамуру Отрба в удовлетворении надзорной жалобы. Отрба просил суд отменить решение Верховного суда от 18 августа 2017 года и передать дело на новое судебное разбирательство другому составу суда в суд первой инстанции для рассмотрения по существу. Ранее решением Верховного суда от 18 августа 2017 года Астамуру Отрба было отказано в удовлетворении административного искового заявления в отношении избранного депутата парламента Дмитрия Гунба о признании итогов выборов депутата Народного собрания Парламента Республики Абхазия по Аатсинскому избирательному округу номер 19 недействительными и принятие нового решения. В селе Ачугара Чемчирского района к началу нового года появится отремонтированная школа. Более месяца при поддержке Международной организации Датского совета по делам беженцев здесь идут ремонтно-строительные работы. Школа в селе Ачугара была построена в 1972 году. До Отечественной войны народа Абхазии в ней обучались более 500 детей. Во время военных действий учебное заведение сильно пострадало и учиться здесь стало невозможно. Благодаря инициативе администрации Ачугарского района и финансовой поддержке Датского совета по беженцам уже более месяца, как в школе, идет капитальный ремонт, после которого учебное заведение будет открыто. Строители говорят, что оно будет соответствовать всем необходимым стандартам. Здесь будут проведены канализации, водопровод, установлена система видеонаблюдения, обустроена прилегающая территория. В школе также появится новый современный спортзал. Здесь учились дети с разных поселков. На этой территории в Ачугаре проживало около 16 тысяч человек. Практически это была одна из мощнейших школ. И школа с хорошими показателями, но по многим объективным причинам в послевоенный период эту школу запустить не представлялось возможным. И наше обращение в международные организации, наше обращение в Министерство иностранных дел практически дало такой положительный эффект. И я надеюсь на то, что до конца января эта школа будет запущена, будет введена в эксплуатацию. В данное время средняя школа села Ачугара располагается в двух частных домах. Сейчас в ней учатся более ста детей. Из-за нехватки мест многие вынуждены выезжать на учебу в близлежащие села и город Гал. У нас очень хорошее мероприятие проводится. Праздник русского языка, праздник абхазского языка, литературные вечера. Но это мы делаем так, что нам очень тесно, негде развернуться. И большое спасибо главе администрации и всем, которые нам помогли начать стройку данной школы. По словам главы администрации Чемчирского района Хрипса Джопуа, на данный момент с представителями Датского совета по беженцам идут переговоры о строительстве дополнительного спального помещения, рассчитанного на 30-40 детей, чтобы дети, которые живут далеко, могли оставаться в школе на ночь. Есть надежда, что и этот вопрос будет решен положительно. В Сухуми отметили день рождения Александра Сергеевича Пушкина и день русского языка. Традиционно цветы возложили к памятнику великому русскому поэту в центре столицы Абхазии. Сюда пришли многие почитатели творчества русского поэта, среди которых вице-премьер правительства Астамур-Кецба, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, руководители организации, творческая и научная интеллигенция, общественность, школьники. Литературная встреча продолжилась в Ботаническом саду у Древней Липы, которая в эти дни уже на протяжении многих лет становится центром поэзии и творчества. Репортаж Низфы Аршба. В Пушкинском сквере в этот жаркий день собрались десятки людей. Почтить память основоположника современного русского литературного языка пришли почитатели его таланта самого разного возраста. Здесь учащиеся школ и ученые, писатели и поэты, преподаватели и все те, для кого творчество Пушкина и спустя два столетия продолжает оставаться единственным источником вдохновения. В школе, конечно, помнил много стихов Пушкина, сегодня помню меньше, но мне очень нравятся строчки из его стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Вот сама эта фраза, название этого стихотворения говорит о скромности Александра Сергеевича. И одно четверостище зачитаю вам. Мне кажется, оно сквозь века остается актуальным. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Вот такие гуманитарные слова, мне кажется, они остаются в наших сердцах навеки. Далее в Ботаническом саду, который основал друг поэта, генерал Николай Раевский, состоялась уже ставшая традиционная литературная встреча. Под сенью 350-летней кавказской липы любители творчества русского поэта рассказывали о своем личном восприятии творений Пушкина. Читали стихи поэта на русском и абхазском. Выступили председатель Ассоциации писателей Абхазии, пушкинист Мушни Ласурия, председатель правления Фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапо, директор Института ботаники Эдуард Губас. Открывая мероприятие, один из инициаторов встреч, народный поэт Абхазии Мушни Ласурия сказал, что Пушкин любим и дорог абхазскому народу. Он отметил и тот факт, что вот уже два века творчество великого мастера продолжает объединять людей независимо от национальности и места проживания. Сегодня день рождения Пушкина, день русской поэзии, день ее славы. У памятника Пушкину в Москве, во всей Великой России, везде, сегодня народ посещает пушкинские места, проявляет свою великую любовь к своему великому денью. С Пушкина началась не просто новая эпоха русской культуры. В творчество гения оказалось впитанным то истинно национальное, что определяло духовную жизнь русского народа. Его произведения уже давно переведены на все языки мира. Ведь Пушкин сумел подарить такую гамму переживаний, которая живет и заполняет духовный мир человеком и сегодня. И этот особо уникальный мир поэзии хотелось слышать каждому народу на родном языке. Я всех сегодня жителей Абхазии, и не только Абхазии, а всех почитателей поэзии Пушкина поздравляю с замечательным праздником. 6 июня традиционно отмечается день русского языка, который приурочен к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, нашего поэта, которого мы все любим, которого мы все почитаем. Строки Пушкина звучали из уст ученых и литераторов, школьников, людей самых разных возрастов и профессий. Праздничная концертная программа включила в себя лирические танцы, костюмированное представление и нежное звучание флейты. Доргуя совестью пред бледной нищетою, Не сыпь своих даров расчетливой рукой, Щедро-то полное угодно небесам, В день грозного суда, подобно ниве тучной, О, сеятель благополучный, Старицей воздаст она твоим трудам. Но если, пожалев трудов земных стяжания, Вручая нищему скупое подаяние, Сжимаешь ты свою завистливую тласть, Знай, все твои дары, Подобно горсти пыльной, Что с камня мой дождь обильный исчезла, Господом отверженная дай. В рамках празднования Дня русского языка Были награждены победители тотального диктанта, Проведенного в Абхазии еще в апреле. В акции грамотности приняли участие более 500 человек, Среди которых были не только школьники, Но и преподаватели школ и вузов. Лучшим знатокам русского языка Сегодня вручили грамоты. Человек совершенно не филолог, да? Кто вы? Можно слово? Главный бухгалтер. Это был очень необычный, интересный опыт для меня. Я хочу выразить огромную благодарность Всем организаторам и замечательным участникам. Пушкин первый русский писатель мирового значения. И сегодня, в 219 год со дня рождения поэта, Его стихи звучат как-то по-особенному, Более значимо, но от этого не менее родные. Даже для тех, кто еще мало знаком С творчеством Александра Сергеевича, Он все равно самый главный русский поэт. Когда подымет океан, Вокруг меня волы ревучи, Когда грозою грянут тучи, Храни меня, мой талисман, В уединении чуждых стран, На лоне скучного покоя, В тревоге пламенного боя, Храни меня, мой талисман. Нисфарш, Басаид Агухава, Абхазское телевидение. Выставка известного певца Александра Шоуа под названием «Книга путешествий» прошла накануне на культурной площадке Сухума «Склад». Экспозицию посетили друзья артиста и любители искусства фотографий. Талантливый человек талантлив во всем. Именно на такие мысли наводит первая фотовыставка известного певца Александра Шоуа. Автор 48 снимков исключительно черно-белых тонах признается, что давно вынашивал идею персональной выставки. На фотографии он увлекся еще в детстве. Все свои работы Александра Шоуа снимает на пленку и сам же проявляет. Эти фото все без исключения, ценные для меня, а не отрывки моей жизни, моих мыслей, говорит он. «Все фотографии из разных мест, включая Абхазию, Израиль, Палестина, Италия, причем и острова Италии тоже здесь есть, и Тунис, и верховье Туниса, бывший Карфаген, так скажем, то есть великое государство. Эти фотографии – маленькая доля того, что я хотел бы представить. Это какие-то интересные моменты из моей жизни, которые я увидел, которые захотел оставить». На снимках, которые притягивают взгляд, пейзажи Абхазии соседствуют с улицами Израиля, по которым ступала нога Иисуса. Портреты детей с портретами знаменитых на весь мир людей. Фотовыставка, несомненно, позволяет судить о богатом внутреннем мире творческого человека. «Он вот таким маленьким мальчиком вырос на моих глазах. Это был уже с детства одаренным ребенком, способным. И вы сами видите, чего он добился». Черно-белые фотографии имеют свойство завораживать. Сложно заключить в словесные рамки ту неуловимую, тончайшую энергию, идущую от черно-белых монохромных фотографий. Однако их автору удалось донести до каждого посетителя выставки частичку своей души. «Фотографии очень живые. Видно, что они сделаны не на цифру. На многих фотографиях главные герои – это люди. И каждая фотография несет какой-то смысл и позитив». «Все представленные картины мне очень понравились. Хоть они и черно-белые, мне кажется, что смотря на каждую картину, хоть она и черно-белая, можно понять, какие краски цветные там были. В каждой картине, не знаю, душа автора. Мне очень понравилось». Помимо просмотра фотографий, у посетителей выставки была замечательная возможность получить копию понравившейся работы, прикрепив к ней записку с личными контактами. По словам Александра Шоуа, выставка «Книга путешествий» первая, но не последняя. Автор будет и дальше совершенствоваться, являясь примером того, что детская мечта имеет обыкновение сбываться, когда перестает быть мечтой и становится целью. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 24-29 градусов, температура морской воды плюс 22 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok